Тебя связали кумачом и опустили на колени, сверкнул топор над балачом, а притопор тебя прочел, крабовый царь великий, Кэмми! Вы что, блогер? Чему, если я детмужник? Не, ну я блогер, да, небольшой, не только наушники, у вас, так сказать, или хромакей, или просто однотонная... А, просто стена, ну окей, ладно, ну я понял, понял, вы откуда будете с Несекрет? С Несекретом Украины. Ну это же ответ ни о чем, город какой. А что зависит от этого, если я в Украине, значит я в Украине. Ну я это и так вижу, что... Это я так вижу, что в Украине. Зависит от, так сказать, от того, интересно будет мне с вами беседовать или неинтересно. Ну, да, 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 достаточно, мне самое главное, я в принципе харьковчан больше ищу. Но если вы так стесняетесь говорить свой город, можете не говорить, у меня в принципе информация... Я не вижу смысла, чтобы это было поменять. Ну, может, я бывал в вашем городе, или он слишком мелкий, хотите сказать, но областной город какой-то, или районный хотя бы. Ну, скажем так, это город, это город Украины, где недалеко от Донбасса. А, Запорожское область, что ли? Нет, Запорожье, да. А, ну так-то от чего что-то? Так, стесняю тебя. Запорожье, иногда... Это очень много зависит. Нет, несмотря на то, о чем мы беседуем, если мы будем беседовать о Бакларенных рыбках, это город не имеет значения. А если мы будем беседовать там, так сказать, об Украине, о политике, о новейшей истории, ну, я больше о новейшей истории, о событиях, скажем так. Нет, ну я могу и о спорте беседовать, о футболе, например, если вы выбираете тему, будем беседовать. Ну, вы айтишник, да. А знаете, сколько будет, допустим, 2 в нулевой степени? Один. Молодец. Потому что не все айтишники отвечают. Потому что если айтишник... Да, я не знаю, на твоей айтишник. Да, нет, нет, ну я понимаю, я понимаю. 2 в десятый практически все отвечают. А вот 2 в нулевой примерно процентов 60 от айтишников. Ну, молодец. А в физике разбираетесь? Ну, хотя бы в школьной программе. Честно, в физике я в школе только немного учил, в плане... Честно, только вот в работе я использую когда сигнал, и у нас работа с вероятностям, что есть в дом. Передача сигнала, сразу же модуляции, защитный механизм, когда чистотайны... Ну, в общем, это чисто по работе... Ну, я вас понял, это, в общем-то, для ролика это не очень интересно. Ну, хорошо, а что, о чем еще беседуете, про высот технологию? Давайте немножко... Нет, ну политика современная, мне тоже она не очень интересна. А мне по событиям 14-го года, можно вас спросить? Это уже новейшая история, можно сказать. Ну, хорошо, хорошо, если вы против, я вас не буду развивать, я аж просто спросил. Ну, окей, ладно, если не... О высоких технологиях мы, в принципе, закончили, потому что у нас разные специальности, как говорится. Можем о юриспруденции поговорить, если вы разбираетесь. Не разбираетесь. Это только из разряда, то, что касается налогов, то, что касается... Ну, я сделаю, подаю отчеты, то есть это такой, это минимальный базовый уровень. Ну, понятно. Правила государства, правила налогового движения, и то, что... Нет, и делаете income tax, так называемый. Ну, понятно. Ну, хорошо, ладно. Это сам... Как себя просто назвали? Ну, я понял, я просто вас оттуда и узнал. Я видел, что я в Воланского по поводу... Нет, он спрашивал... Ну, да, он спрашивал про агрессию. Ну, Луганский, надо сказать, он, видите, он довольно безграмотный, но у него искусство... Почему? Я вам сейчас объясню. У него талант, так сказать, дискурса, талант дискурса. Он настолько умеет грамотно прикрыть свою безграмотность вот этим талантом, что получается неплохо внешне. А почему я вам сейчас объясню? Видите, если вы смотрели, вот как раз про определение агрессии у нас был с ним спор. Он настаивал на императивности, неретроактивности нормативного акта. Ну, это, наверное, вам непонятно. Что вы говорите? Я говорю, замудренность. Да, ну, это по науке так звучит. Императивность, неретроактивность нормативного акта. А если по-человечески, это что обратная сила, значит, обратная сила закона не может применяться никогда. Вот что он доказывал. Ну, он просто... Я ему это дело объяснил, но тут с ним сыгралась злая шутка, что он считает себя образованным и никогда не прислушивается к мнению оппонента. На самом деле, далеко не всегда, значит, обратная сила не может быть применена. Вот обратная сила... Вы понимаете, вы говорите про мнение оппонента. У вас бы не было диалога, если бы вы сказали, что вы не поддерживаете Россию в ее, скажем так, деяниях против Украины. А я не говорил, что я поддерживаю Россию в ее деяниях против Украины. Ну, потому что по его вопросам, по которым он выдавал, по которым он сводил все, он сводил к тому, что агрессия со стороны России к Украине неправильная. И он у вас спрашивал про все это отношение. Ну, да, да. Неправильная. Агрессия, если вы не дали с ней относиться, поддерживаете вторую сторону? Ну, нет. Нет, ну, агрессия всегда плохо. Агрессия Украины против Донбасса, агрессия России против Чечни. Агрессия, если вы считаете, что... Агрессия России против Украины, она посредована. То есть, путем помощи, так сказать, риберинговым регионам. Началось-то с агрессии Украины против Донбасса, а потом, значит, Россия стала помогать этим самым вот ДНР, ЛНР. Ну, Крым это спецоперация, это не считается. Ну, можно сказать, Крым, да, агрессия. Нет, ну, мы же говорим за Донбасс с вами. Крым, да, специально. Ну, Крым, агрессия, да, агрессия. Просто не вся агрессия, она, так сказать, как бы преступна. Я Луганскому это показывал, а он так и не понял в силу своей юридической безграмотности. Ну, смотрите, смотрите, вот такое агрессия. Это вторжение на территорию другого государства. Ну, вот, вот, слышали. Я же говорю, что, я Луганскому доказывал, что вторжение войск СССР с Востока и войск союзников Запада в Рейх, это чисто виды агрессии, но она оправданная. Потому что Рейх до этого совершил это. Ну, объявление войны, это не обязательно юридический акт, когда война начинается, бывает и без рейх. Да, да. Ну, я говорю, что против Третьего Рейха была война с Третьим Рейхом. Так это значит, что это не такая ситуация, это другое? Ну, я понимаю, что вот та агрессия оправданная. Я Луганскому доказывал, что не всякая агрессия считается неоправданной. Вот вхождение войск СССР и союзников в Рейх, это считалось оправданной агрессией. А Луганский так и не понял, ну, в общем-то, это его проблемы. Единственное, да, он в итоге, так сказать, повторяю, у него талант дискурса, талант, очень хорошо развитая дискурсионная практика. Поэтому он выбился в топовые украблогеры, собственно, поэтому, несмотря на свою безграмотность. И, соответственно, да, все, он на своем, ну, как вот он общается со всеми оппонентами-блогерами российскими, значит, он перебивает немножко, затушает, ну, к чести его, он вообще звук не приглушает полностью, как многие другие, а просто, значит, немножко убавляет и начинает перебивать и свое. Его же оппонент, допустим, российский блогер, иной, то же самое ему убавляет и начинает говорить про него свое. В итоге, посмотришь Луганска, вроде он победил. Посмотришь его оппонента, вроде он победил, потому что каждый компонует ролик под себя. Ну, это естественно для четверлетки, да. Да я с вами не собираю, вы же сами задали, я хотел вам задать вопрос другой. Я не собирался с вами спорить. Вы же начали этот разговор. Я собирался вас спросить, вы хорошо же помните события в Украине 2014 года? На самом деле сложно сказать, я тогда еще был в школе, я хотел бы в тот дно, но я видел много роликов, когда вот именно, ну... Ну, хорошо, может у вас, может у вас в последующие годы создалось какое-то мнение. Вот я вам напомню, значит, Майдан начался в Киеве, Янукове, ну, в... Я знаю историю, как это началось. Нет, ну, нет, самое начало, самое начало меня не интересует, меня, в общем, тоже конец интересует. В 2014 год Янукович убегает из Киева, в Харьков пролетает. Вот в Харькове он должен был идти на съезд юго-восточных губернаторов, в том числе и вашего, которые специально съехались ради него, значит, в Харьков. Ну, он был полон решимости идти, но в итоге на съезд не пошел. У вас никогда не задумывались, почему он вот так не пошел и резко убежал в Донецк, и потом вообще потерял уже фактическую легитимность, уже никто его не слышал. Именно с этого момента. Вы знаете, у меня отношение на самом деле, с самого начала, я помню еще, когда выборы были, когда выбирали Януковича, я помню еще этот момент, когда был выбор между Тимошенко, главный его опрос, главный его опрос. Десятый год, да, да. Да, я помню, что очень много из моего окружения были против Януковича. Но они были и против Тимошенко, они голосовали, по-моему, за Тимошенко в то время. Ну да, Тегибко набрал там неплохо. Они против тех, потому что они не знали, что Янукович это уголовник, который, ну, даже на школе сути, что у нас в стране дивиденция уголовника. Нет, ну я ж это не оспариваю. Я спрашиваю ваше мнение, почему он не пошел на съезд губернаторов. Я, честно, даже про съезд не знаю. А, ну вы не знаете. Ну, окей. Ладно, хорошо. Так, значит, канал я вам дал свой или нет? Будете заходить или вам не интересно? Ну, я смогу в любом случае найти, потому что я переведил Луганского, я переведил... Нет. Ну, это, по-моему, еще у вас флаг Канады был. Ну, у меня и сейчас флаг Канады он есть. Да, ну вот он, просто скрытый, да, да. Я скрываю, чтобы готовил... Не переведу, не переведу. Нет, ну, у Луганского не написано, что мой канал, он просто там... Не, а там, по-моему, что-то писали в чате... Ну, не, я видел ваш канал. Ну, да, Лу-Лу... Не, ну, в чате писали, в чате писали только с неправильным спеллингом. Ну, по созвучию это можете найти. Ну, ладно, хорошо. Я английский знаю, не переживайте. Нет, у меня... А, ну, по-английски там не было, это была русская часть названия. Ну, хорошо, ладно. Если найдете, значит, найдете. Хорошо, приятно было побеседовать. Если больше вопросов нет, то всех благ. Спасибо, у меня нет. Просущее семя, а вы ведем за родную Россию, как руси их рассеют, тяжело будет и исповедь. А за себя он был совсем не разговорник. В 19. Москва-Сухуми отправляется с первого... Кунда? Проспал! Скорый поезд номер 12, 22 сухуми, отправляется с первого пути. Скорый поезд номер 22, 24 сухуми, отправляется с седьмого пути. Внимание! В платформе номер 4 прибывает пассажирский поезд 59, Ростов-Харьков. Стоянка поезда... Быстро проверь другие перроны, а я посмотрю вокзал. Пассажирский поезд номер 68, Харьков-Краснодар, отправляется с пятого пути. Пассажирский поезд... Билет! Тихо, отец, договоримся. Харьков-Краснодар, отправляется с пятого пути. Телефон спецсвязи. Первый. Это седьмой. Объект со станции Харьков ушел. Не надо испытывать наше терпение. На любой выбор у нас есть достойный ответ, вплоть до самых крайних мер. И я хочу напомнить горячим головым под аранжевыми знаменами. От Харькова до Киева 480 километров, а до границы с Россией 40. Вставай, страна огромная, вставай на смертный бой с нашистской силой темною, с оранжевой чумой. Субтитры создавал DimaTorzok И в непогоду дорога.